Жилой дом обрушился в Приокском районе днём, когда большинство жителей были на работе, обрушилась несущая балка дома. Дом этот двухэтажный, ему 85 лет, из 8 квартир 7 муниципальных. Часть квартир уже расселены, но в большинстве всё же живут люди. К счастью, обрушилась часть дома в нежилой квартире, поэтому никто не пострадал. Тут обвалился весь кирпич, фундамент, несущая балка, бревно. Вон, посмотрите, как уже, вон, рушится, рушится. Вот этот кусок обвалился, вот, на очереди следующий. Да он давно уже весь трещит, и пытались уже признаться аварийным, и не признают нас. И вот, как гром на голову, произошло обрушение. А рухнет это, и сразу второй этаж, мы на втором этаже. Вон, щель, её прям видно. То есть, значит, делать ремонт? Там уже улица. Купили материал, чтобы делать ремонт, вот, линолеум. Начали отдирать обои, вместе с обоями ушла балка. Дом уже всё, отжил своё, 32-го года построил, что вы хотите от неё? Ну, конечно, опасно, переехать нам некуда. И в маневренный фонд мы не поедем. Я вчера ездила, смотрела на условия маневренного фонда. Там ужас. Что говорят про ребёнка? Я кота просто не выпущу в такие условия, там, на общественные места пользования. Там ни на кухню, никуда. Ну, дом больше 80 лет, поэтому поддерживающий ремонт производился. А шестая категория, капитальный ремонт, производитель нецелесообразно. Только маневренный фонд мы можем предложить. Маневренный фонд со всеми удобствами. С центральным отоплением, с горячим водоснабжением, с газом, со светом. Другого, к сожалению, маневренного фонда в городе Нижнем Новгороде нет. Вот всем жителям нашего дома дают вот такие уведомления от администрации Перелоковского района о том, что мы согласны, либо не согласны для переселения в маневренный фонд. Вот мы все пишем не согласны. И о том, что у нас дом в варенном состоянии, о том, что мы ознакомлены с этим. То есть, якобы, если что дом у нас обрушится, претензий нет. Кстати, в администрации сообщили, что если жители этого дома не покинут свои квартиры добровольно, то они будут вынуждены обращаться в суд для принудительного выселения. Субтитры создавал DimaTorzok